Традиционная елка главы собрала 250 школьников. Это одаренные дети от 7 до 12 лет со всех районов республики. Победители различных олимпиад и конкурсов региональных и российских, они успешны и в творчестве, и спорте, и учебе. Для них организаторы заготовили новогодние представления с Дедом Морозом, Снегурочкой и, конечно же, спектакль «Щелкунчик». Анастасия Тюрнина побывала на празднике. Это здесь на празднике они все снежинки, принцессы, мальвины, мушкетеры. А в обычные дни самые талантливые дети коми. Они впереди всех и в спорте, и творчестве, и учебе. Артем Попов из Косла-Наудорского района перечисляет свои достижения. Первые места в конкурсе чтецов, пятерки за школьные предметы и, конечно же, артистический талант. Пятиклассник любит выступать в разных сценках. Известность такая вот. Почувствовать можно кем-нибудь другим. Вот. И это всегда интересно – соучаствовать вместе с другими в различных мероприятиях. До начала новогоднего представления ребят развлекают сразу на нескольких творческих площадках. Кайгородские школьники толпятся возле мастерской «Аквагрима». Здесь белочка специальными красками разрисовывает щечки детей. Так сказать, добавляет волшебные штрихи к сказочному образу. Мы на костюм смотрим, на еще что-то голубенькое с голубеньким. Иногда снежинки просят. А это большая книга Деда Мороза. Здесь ребята рисуют свои новогодние пожелания. Злата Ковальчук из Вильгарта решила запечатлеть главного героя Нового года. Третьеклассница, которая поет и танцует, очень любит волшебство этого праздника. Поэтому и костюм себе выбрала особенный. В нем волшебство есть. И еще потому, что Эльза – это волшебный герой. У нее магические силы есть. Она морозом и льдом управляет. В фойе еле уместились 250 школьников. Это дети из всех районов. Самая многочисленная группа из Сыктывкара – 30 человек. Самая маленькая – из Ижмы. Алексей и Андрей на главную елку республики приехали, несмотря на трескучие морозы. У нас в Ижме очень холодно, пурга. Мы едва смогли доехать до поезда. Веселье началось с появлением Деда Мороза. Со сказочным героем дети зажгли елку, водили хоровод вокруг новогоднего дерева и играли в любимую игру волшебника – заморожу. Но основной подарок ребят ждал в зале. Дорогие друзья, позвольте от имени руководства Республики Коми конечно поблагодарить вас за те достижения, которые вы свершили в уходящем 2016 году. Я уверена, что эти встречи могут быть чаще. И каждый год, проявляя свои таланты, вы будете получать такие приглашения, которые получают не все дети республики, а только те, которые в течение года хорошо учатся, получают хорошие оценки и проявляют свои выдающиеся способности, участвуя в разных конкурсах и, конечно, побеждая в них. Еще не открылся занавес, а на сцене уже появились герои самой новогодней сказки – щелкунчика «Мыши». Юные таланты Коми погрузились в волшебство, а в фойе тем временем их ждали уже кульки со сладостями. Анастасия Тюрина, Елена Кононова, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сыктывкар.